Еще немного о футболе. Впервые за много лет в Люберцах появилась женская команда по футболу. Уже совсем скоро девочкам предстоит защищать честь родного города на серьезных соревнованиях. Владимир Ружицкий встретился с футболистками на стадионе «Торпеда». Пять раз в неделю по полтора часа в день такой режим тренировок у начинающих футболисток. Но, как признаются девочки, это щадящая нагрузка, ведь многие из них пришли в спорт, уже умея владеть мячом. Мужчины считают, что футбол не женский вид спорта, однако эти девочки доказывают обратное. Уже сейчас они могут дать фору любому парню. 17 девушек из разных школ города Люберца решили посвятить свою жизнь этому далеко не легкому виду спорта. Команда образовалась в ноябре 2017 года. Состав формировался через отбор, но попробовать мог любой желающий. Что для вас футбол? Футбол для меня это самое главное в моей жизни, потому что я играю в футбол где-то с пятого класса, наверное, с мальчиками во дворе. В первую очередь это сила, потому что занятия футболом повышают физическую подготовку человека. Мне просто интересно играть, потому что я раньше играла на улице и решила просто заняться для себя, для интереса. Вот отсюда начинается весь футбол. Он всегда начинается из раздевалки. Вот насколько вы себе позволяете там быть собранным, настолько у вас будет собранная игра. Визитной карточкой команды стала тренер высшей категории Анастасия Блынская. Ранее она была наставником команды Чертанова. За 15 лет педагогического стажа под ее руководством девочки становились победителями первенства России и первенства Москвы по футболу среди спортивных школ. Вообще задача может стать самая высокая. Самая высокая задача в женском футболе – это Лига чемпионов. Оттуда выходят две команды из высшего дивизиона. На сегодняшний момент в высшем дивизионе Чемпионата России играет 8 команд. Ни одной команды из Московской области там нет. Именно слюберец Анастасия Блынская пытается поднять женский футбол. Основной упор в работе она делает на технические навыки, без которых невозможна серьезная игра. Встретился с командой «Торпеда» глава округа Владимир Ружицкий. Чуть потренируемся? Да. Вы обыграете пацанов? Да. А? Да. Конечно, обыграем. Заброс. Хорошо. Молодцы. 8 августа состоится первая домашняя игра. Это начальный сезон для команды, поэтому поддержка зрителей юным футболисткам очень важна. Девочки надеются, что земляки поддержат их. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.